Приветствую вас и на момент запрещения этого ответа другие эксперты дали вам три разных рекомендации. Они три эксперта ответили вам и все эксперты сошлись во мнении, что конфликт, который происходит сейчас между вами и вашим гражданским супругом, это целиком и полностью ваша ответственность, целиком и полностью ваша вина и вам нужно гармонизировать свои отношения, вам нужно работать со своими переживаниями и так далее. Вы знаете, я, пожалуй, не соглашусь с мнением коллег, потому что считаю, что, во-первых, в конфликте всегда виноваты оба человека, а во-вторых, ситуация такова, что мужчине 35 лет, в этом возрасте, если человек серьезный, если человек достаточно осознанный, если человек знает, чего хочет, если человек любит вас, как предполагается, да, потому что вы живете в гражданском браке, то непонятно, почему за полтора года гражданского брака, а до этого вы еще встречались, он до сих пор не взял вам предложение, то есть не, ну, официально не расписал. Получается, что он не готов закрепить свои чувства к вам, да и не готов закрепить ваши отношения официально. И вы сделали нормально, как вы говорите, но все это до поры до времени. Потому что я уверен, и вам хочется брака уже быть официальной полноценной женой, да и мужчина, опять же говорю, если он осознанный, если он серьезный, если он любит вас, дольше этого хочет. Ну, вот почему-то официально вы до сих пор не расписались. Первое, тревожная ласточка в небе. Дальше. Ну, значит, далее вы пишете, что недели болтарий назад он вам нагрубил. Вы выделяете это, а вы пишете это так, как будто для него это не нормально. Ничего я делаю вывод, что подобность, то есть грубость, скорее исключение из правил, чем, ну, чем постоянно. Что значит, что-то с ним произошло, что-то с ним происходит. И, да, сама по себе ситуация рядовая. Может мужчина нагрубить, может мужчина понять, что был неправ, может потом извиниться. Это, безусловно, житейское дело. Но, далее происходит такая ситуация, что два дня спустя вам два раза скидывала дозвон его бывшая жена. И вот с бывшей женой, к сожалению, возникает проблема. Во-первых, давать шестилетнему сыну свой телефон рабочий, ну, вроде как личный. Знаю, что он может там и позвонить куда-то, и то-то еще сделать, либо тратить все средства на счету, а то и минус очень сильно уйти. Ну, мне думается, женщины не будет. Это я так, реалистично смотрю на вещи. Далее, далее от вас идет совершенно резонный вопрос. Откуда у бывшей жены и мужа ваш номер? Он вам не ответил откуда. Почему он у нее? Откуда ваш номер у нее? Зачем он ей? На этот вопрос ответа вы не получили. Мужчина только спросил, зачем она звонила вам, и, значит, тут момент, что сын баловался. Хорошо. Вот тут вот, мне кажется, вы немножечко недожжали ситуацию, и хорошо, сын баловался, но ведь, если мужчина забирает ребенка на выходные, то вы же могли бы спросить у него, баловался он с телефоном или нет, вашим. Ой, то есть не вашим, а с телефоном мамы. Я уверен, он был вам, что это смог бы сказать. Но вы этого не сделали. Ладно. Но, тем не менее, момент подозрительный, более чем подозрительный. Ну, в принципе, дальше идет все нарастающие. И, вы знаете, вот я вам хочу один момент как бы осветить. То есть, вы живете с мужчиной в гражданском браке уже много времени. При условии, что мужчина берет постоянно чужого ребенка на выходные, каждый день возит по утрам его в садик. То есть, так или иначе, с бывшей женой взаимодействуют. Для вас это не может быть неприятным фактом. Скорее всего, вам изначально это не нравилось. Но вы с этим мирили. Понимали, что в мужчине важен его ребенок. Мирили с тем, что он, может быть, неизвестен, да. Тем более, что он вам два года назад, как вы говорите, со своей бывшей женой изменил. То есть, прецедент есть. Вот, если собрать воедино так вот всю эту ситуацию, то, вы знаете, не вам надо мужа своего покраивать, гражданского вас, а ему вас. Потому что, смотрите, он должен, что вы живете с мужчиной, который в случае чего вам ничего вообще не должен, который не собирается с вами расписываться, который не собирается делать его своей официальной женой. В любой момент, получается, может вас выгнать, и вы пойдете в никуда. Мало того, что он взаимодействует с бывшей женой, изменяет ей, вот это изменяет вам с ней. Мало того, что, значит, все это есть, так еще и такие вот неприятные моменты, связанные с дозвонами. Мне кажется, любой нормальный мужчина, серьезный мужчина, в этой ситуации будет успокаивать свою женщину, то есть вас. Он же вас не успокаивает, а наоборот, ведет себя очень грубо, очень агрессивно, зло, отрывчато и так далее. Что это говорит? О чем это говорит? Ну вот давайте предположим, что действительно вы все это себе надумали. Действительно, ничего нет такого подоспительного у вас, действительно все так, как говорит мужчина и так, как говорит его бывшая жена. Ну, мужчина спокойно бы отреагировал, спокойно бы как бы объяснил вам ситуацию, успокоил бы вас, сделал бы что-то приятное, чтобы загладить этот неприятный момент, да, и вообще был бы с вами ласков, спокоен, он же в итоге только лишь раздражается. И возникает вопрос, а почему мужчина раздражается? Почему мужчина так реагирует на эту ситуацию? вы знаете, ведь сама по себе ситуация в вашем случае не такая уж и нереальна. Ну, действительно, может ребенок взять у мамы этот телефон, даже без ее спроса. Действительно, может играть с этим телефоном и действительно сделать вам дозвон. правда, зачем звонить вам потом, уже собственной персоной, непонятно. Это я про его бывшую жену. Но, тем не менее, все это может быть, все это нормально. Не нормально ли лишь реакция вашего мужчины, который как будто бы не хочет вам ничего доказывать, не хочет вам прогадывать свою верность, не хочет убеждать вас в том, что вы для него единственная женщина, хотя он вам изменял. Значит, как бы в случае предательства-то было и вы его простили. Мужчина-то, по идее, ценить должен то, что вы простили ему измену. Другая бы на вашем месте, увидев, что мужчина изменяет бывшей женой, поняла бы сразу, что ну, вот, изменила она с бывшей женой, да, изменила бы с бывшей женой и все. И значит, до сих пор они там с ним что-то вместе. Ага, я, я как бы от вас живым именем говорю, а вы для него просто как игручек. Но вы простили его. И мне кажется, это поступок. Это очень серьезный, очень сильный поступок, но мужчина почему-то этого не оценил. Вот его реакция является самым таким аномальным элементом последствий во всей этой ситуации. Такое впечатление, что он не хочет налаживать с вами отношения. Такое впечатление, что он не хочет вам показывать, что вы ему дороги, что вы ему нужны, что вы имеете для него отношения и так далее. И отсюда не какая-то вопрос. А как можно наладить отношения с человеком, который не хочет их налаживать, который не идет на контакт, не обсуждают ничего, а только маскируют все, агрессируют и провоцируют вас на уход. Вполне вероятно, что мужчина не верит в то, что вы уйдете. Когда вы простили ему измену, мужчина наверное понял, что вы принадлежите ему, никуда не денетесь, и сейчас он, наоборот, не верит, что вы уйдете от него, потому что ему кажется, что подыскивание новой квартиры, безъезд у нее все это для вас слишком тяжело, слишком трудоемко, и вы этим не будете заниматься, а просто спутите все на тормоза и будете жить с ним дальше и терпеть такое вот его отношение. В этой ситуации вам, конечно же, и это наверное единственное, с чем я соглашусь со своими коллегами, в этой ситуации вы ошиблись только в одном, вы начали спрашивать его, в чем-то подозревать и так далее. Я понимаю его эти чувства, но то, что вы делали, у него вызвало негативную реакцию, по-моему, он посредствовал, что вы его контролируете, что вы его пытаетесь привязать к себе. Вот этот вот момент наверное единственный, где вы ошиблись, а так вы правы в своей реакции целиком полностью. Я не думаю, что здесь можно как-то вас осуждать, говорить, что вы там неправы или чего-то еще. То, что он изменился, это даже если вы субъективно воспринимаете мужчину, то, что он изменился, это очевидно. пусть не на 100%, вот вы как говорите сейчас словно чужой другой человек, а может быть на 50%, но все равно не изменилось, и у этих мнений есть причина. я думал, что причина это та же, что и привела к первоначальному разводу. Можно такое вот его отношение к не только к вам, но и к бывшей жене тоже. И в этой ситуации помочь вам можно только дав такую рекомендацию, как продолжить свою линию касаемую ухода, то есть до конца идти, то он реально увидел, что вы можете уйти, можете его бросить, можете его оставить, и если вы для него дороги, он будет вас восстанавливать, он будет вас возвращать. Если вы для него недороги, если чувствовать вы у него действительно к вам ушли, то на вас посвятится обвинение, на вас будут спущены все собаки, вас будут оскорблять, на вас будет направлена агрессия, и мужчина просто-напросто сделает вас виноватой во всем. Но при таком подходе, при таком развитии событий, нельзя говорить о том, что будучи с ним, вы также будете счастливы, потому то, что сейчас происходит, это никак не говорит о возможностном заключении брака между вами, о возможной стабильности, о возможной какой-то определенности и так далее. Уверен вам как самостоятельно осознанной серьезной женщины это недостойно. То вы уже заслуживаете того, чтобы быть в браке, быть официальной женой, полноправной женой. А то вам в любой момент могут сказать, что брака у вас никаких нет, требовать вы ничего не имеете права. Ну, согласитесь, несколько эгоистичной с его стороны. Ну, нужно ли работать в чем-то вам, нужно ли вам самой в каких-то направлениях смотреть работу над собой. Я думаю, да. В первую очередь это, знаете, такое вот отношение к себе, когда вы не позволяете не то, чтобы измен, да, не то, чтобы каких-то моментов неприятных. Вы просто ставите себя так, если вам что-то не понравилось, ситуация, надо сказать, спецфильная, ситуация, надо сказать, двусмысленная получается, думать все что угодно, подозревать, тем более, что мужчина дал слова на него подозревать и сомневаться в нем. Вот, когда вы поставите себя так, чтобы мужчина знал, если вам что-то не понравилось, вы тут же уйдете. Вы не будете терпеть, вы не будете там чего-то считать и так далее. А вы ошиблись в том, что вы просили его первую измену, но это не ошибка, скорее естественная реакция, хотя вы говорите, что вы в браке полтора года до этого встречались, он изменил вам два года назад, значит, он изменил вам тогда, когда вы еще встречались, то есть в начальных стадиях отношений получается он вам изменит. Когда при идеи страсть влюбленность новизна, то тоже несколько странно, несколько поназвительно. Ваша защита в том, что вы прощали мусульничку многую, что вы пытаетесь сами что-то выяснить, что вы сами инициируете диалог в ногах мужчины, выступает традиционным инициатором решения конфликтов. Это на мужчине лежит ответственность, чтобы вас никто не раздражал. Это на мужчине лежит ответственность, чтобы не было в вашей жизни ничего такого, что вам не нравилось с ним. Простите, вы для кого терпите вот эти все ситуации с ребенком, с супругой, с дозвонами, с бывшей супругой, с дозвонами и прочее. Для кого? Ради кого? Ради мужчины. Вам само это надо? Нет. А мужчина для этого не осознает. На ненесении то, что вы это терпите. Я думаю, что при таком раскладе ваша ошибка только в том, что вы слишком много позволили своему мужчине. И наладить отношения можно только путем защиты своих интересов, путем показа мужчине, что вы себя в обиду не дадите, что вы не позволите обращаться с собой так, что вы не позволите неуважительно относиться к вам. и если мужчина этого не делает, то будете делать вы сами. И мириться с отношением, которое вам не нравится, вы не будете. Позволь, это для вас единственный путь, потому что если сейчас такое происходит, боюсь, дальше будет только хуже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров